Ведонин 24 августа родились. Фёдор Гаас, российский врач-благотворитель. Он потратил на помощь нуждающимся всё своё состояние. Благодаря доктору стала известна фраза «Спешите делать добро». Генерал Максим Власов наказной атаман войска Донского. Власов был сыном простого донского казака, дослужившегося до офицера. Когда мальчик рос, отец служил в Польше, поэтому оставил мальчика на попечение монахов Киева-Печерской лавры. Там Максим научился читать и писать. Григорий Власов хотел, чтобы сын пошёл по гражданской линии, но казачья кровь возобладала. Юноша ушёл в армию. В составе казачьих отрядов Власов воевал в Польше, ходил на защиту Пруссии, в составе атаманского полка прошёл русско-турецкую войну и, конечно, участвовал в наполеоновских войнах. Отличился и при Бородино, и в заграничном походе русской армии. Максим Григорьевич всегда был в первых рядах и рубился на равных с рядовыми казаками. После европейской кампании Власова отправили на Кавказ, замерять горцев и хранить покой Эмеретии. Вскоре Максима Григорьевича назначили главой Черноморского казачьего войска. И он даже поучаствовал в большом Калаусском сражении против адыгов. И, конечно, в нём рубился в первых рядах. Лучшей наградой для Власова осталась вековечная память о нём в Черноморье, внешним выражением которой служила поднесённая ему от черноморцев, оправленная в золото сабля, на клинке которой изображено было Калаусское сражение, писал современник. В 1836 году Власова назначили атаманом Донского казачьего войска. А через несколько лет сделали и генералом от инфантерии, и дворянином. Удивительно, как этот рубак, овседорвавшийся в бой, дожил до 80 лет и умер не на поле боя, где всегда ходил под пулями, а слёг от холера. Также 24 августа родились граф Лев Голицын, основатель виноделия в России, создатель российского шампанского и виноделин в Массандре и Абрау-Дюрсо. Владимир Пуришкевич – один из самых знаменитых дореволюционных политиков. Виктор Глушков – советский учёный, под его руководством в СССР была разработана первая персональная ЭВ. В этот день, 24 августа 1789 года, произошло Рачинсальмское морское сражение, решительная победа русского флота над Шведским. 24 августа 1823 года император Александр I посетил церковь святых Петра и Павла в селе Поречье-Рыбное, уникальный архитектурный комплекс для глубокой провинции. В последние годы земной жизни император Александр много размышлял о Вечном, истово молился и во время путешествий по России посещал множество церквей. В 1823 году государь доехал до церкви Петра и Павла в селе Поречье-Рыбное, которое в Ярославской области. В сведу обычном селе находился внушительный храмовый комплекс – летняя церковь святых Петра и Павла и церковь святого Никиты Мученика. Вместе получаются две церкви и изящная пятиярусная колокольня. Оба храма построены во второй половине XVIII века. Ходила даже легенда, что колокольню одной из церквей построил простой крестьянин Алексей Козлов. Это преувеличение. Козлову не были простыми крестьянами, у них был салатопный и свечной заводы. Однако Алексея Козлова выбрали церковным старостой, а сам промышленник на момент завершения строительства был бурмистром села Поречья-Рыбное. После революции этот великолепный храмовый комплекс ждала непростая судьба, как и многие другие религиозные сооружения по всей стране. Повезло, что церковь не разрушили, правда отдали под склады и клуб. Только в 2007 году архитектурный ансамбль вернули верующим. Сейчас идет его реконструкция. 24 августа 1904 года в России были отменены телесные наказания для крестьян, малолетних ремесленников и морских служащих. 24 августа 1944 года от германских войск освобожден Кишинев, столица Молдавской ССР. 24 августа 1991 года Михаил Горбачев сложил в себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС. Два слова о судьбе КПСС после путча. Я решил сложить в себя обязанности генерального секретаря ЦК КПСС и рекомендовал ЦК самораспуститься. Михаил Горбачев. Этим закончились несколько тревожных дней путчика КЧП в августе 1991 года. Основные события на улицах Москвы закончились еще 21 числа. А далее все посыпалось лавинообразно. Власть КГБ, партии, других официальных органов власти СССР. 22 августа на Лубянке был опрокинут памятник Дзержинскому. 23 августа президент СССР и генсек партии Горбачев униженно отчитывался перед Верховным Советом. На следующий день, 24 августа, он подал в отставку с поста генерального секретаря. И даже рекомендовал самораспуститься ЦК партии. Главные советские властные скрепы дали глубокие трещины. Таким был этот день, 24 августа.